Крупский мост в Твери должны полностью открыть и до конца лета текущего года. Об этом в эфире программы «Тема дня» на нашем канале рассказал заместитель главы администрации Денис Черных. Попутно он ответил и на другой интересующий многих горожан вопрос, что будет с путепроводом, соединяющим Волоколамские и Октябрьские проспекты. Южному мосту в этом году исполнилось уже 46 лет. Понятно, что построенный в 1974 году виадок уже порядком поизносился. Перелы проржавели, сквозь дыры можно разглядывать проходящие внизу поезда. Учитывая подходящий к концу ремонт Мурашевского путепровода, многие тверичане задаются вопросом, когда же аналогичные работы начнутся и здесь. Замглавы городадминистрации Денис Черных отметил, что обязательно начнутся. Вопрос только в каком формате. Скорее всего в этом году проведем, сделаем предпроект, сделаем обследование так называемое. И уже специалисты нам скажут целесообразность ремонта самого моста, как Крупского, например. Либо именно ремонт асфальтобетонного покрытия на нём. Что точно планируется убрать, так это знаменитый среди тверских водителей подъезда к мосту, за свою конфигурацию получивший прозвище «Капли». Созданные больше 40 лет назад, они давно перестали отвечать современным реалиям и стали лишним фактором, провоцирующим ДТП. На смену им придёт нынешняя схема организации дорожного движения, которая изначально задумывалась как временная на период ремонта Крупского моста. Что касается расширения южного путепровода до шести полос, то это считается нецелесообразным, учитывая грядущие изменения в районе Бурашевского шоссе. Крупский мост расширяем до четырёх полос. Опять же, со следующего года уже 100% мы начинаем реконструкцию Бурашевского шоссе до выезда из города. В течение двух лет мы её проведём. То есть это будет современная трасса и половина южного, которые те люди, которые живут за городом, которые сейчас же опять же едут медленно по Октябрьскому проспекту, они будут пересекать железнодорогу здесь. Поэтому южный мост останется с четырьмя полосами движения. Тем более, что уже сейчас власти Твери прорабатывают возможность возведения ещё одного виадука через Октябрьскую магистраль в районе Морозовских казарм. Правда, там, помимо поиска источников финансирования на проектирование и на сами работы, придётся договариваться ещё и с железнодорожниками. Как показал опыт Бурашевского путепровода, сделать это очень непросто.